Ну шо ребята, как говорят карма в действии. Утром 19 апреля в Ставропольском крае РФ не то разбился, не то был сбит стратегический бомбардировщик ракетоносец Ту-22М3. Видео с момента авиакатастрофы опубликовали в местных телеграм-каналах. Это событие произошло вскоре после ракетной атаки ВКС РФ на Украину, поэтому есть предположение, что самолет мог быть сбит силами обороны. После авиакатастрофы также были найдены два летчика из упавшего самолета. Местные власти сообщают, что они живы. Этот Ту-22М3 военно-космических сил РФ, который ночью выполнял запуски крылатых ракет Х-22 по южным областям Украины, упал после загорания в воздухе. Повторимся, есть версия, что его могли сбить украинские военные. Само же ведро с болтами и гайками Ту-22М3 находится на вооружении РФ Арания СССР с 1974 года. Первый свой полет он совершил 20 июня 1977 года и был запущен в серийное производство с 1978 по 1993 год. Основное вооружение самолета включает в себя очень косую противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету Х-22Н с легкой фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной пробить корпус корабля на площади 22 квадратных метра и глубиной до 12 метров, а также ракету Х-22ПС с мегатонной боеголовкой, которая имеет дальность пуска около 500 километров. Ту-22М3 также может быть оснащен свободно падающими бомбами, залп которых способен покрыть площадь эквивалентную 35 футбольным полям. Также он вроде как способен на бумаге с высоты 10 километров точно поразить малое сооружение одиночной бомбой. В общем ребята, если этот самолет сбили то это очень далеко и это значит что либо у Украины появились какие-то БПЛА с ракетами воздух-воздух, либо это какие-то АФ-16 или Гриппин с обновленными ракетами метеор дальностью как некоторые пишут до 350 километров. Хотя это вроде как и мало, но самолет мог был сбит и ближе к Украине, а упал в Ставропольском крае. Так что как говорил классик, это загадка. Поэтому друзья, для тех кто не подписан на канал подписываемся, жмем колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео и ставим лайк. Ну и помогаем каналу либо на Патреоне, либо спонсорством, либо на кофе. Будет вам как мы любим иногда говорить зачетища и плюсок в карму. Субтитры сделал DimaTorzok